Ребята, всем привет! Сегодня я вас научу делать флот слаймы. Кто не знает, флот слаймы это когда вверху, например, шарики из клауд слайма, а снизу клеер слайм. И после перемешивания получается, ну, очень классная текстура, я ее прям просто обожаю. Для этого видео я уже подготовила клауд базу и клеер базу. Как раз таки флот слаймы я буду делать для поставки во все города, в которых у меня есть полки, и также для оптовых заказов я тоже сделаю подобные слаймы. Ну что же, перед тем, как я вам раскрою некоторые секреты, возможно, для некоторых это будут секреты, обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор не подписан, потому что это очень важно для меня. И также поставь пальчик вверх этому видео, потому что оно обещает быть очень крутым. А сейчас начинаем. Итак, ну что ж, я думаю, что нам с вами можно уже приступать, и я для этого возьму вот такие вот баночки. Мы их с мамой называем стекляшки. И напишите, как бы вы их называли, может быть, вы предложите какой-то более нормальный вариант. Вот, они вообще очень трудно разделяются между собой, вот там такая большая палочка из этих банок. И многие из них, к сожалению, бьются в дороге. Ну, суть не в этом. Давайте начинать видео. Итак, сейчас обработаем руки антисептиком обязательно, и уже приступим к работе. Во-первых, я вам показываю клейр-базу, которую я заготовила. Из нее уже вышли все пузырьки, просто чтобы вам сразу же наглядно показать, в принципе, уже готовый результат, чтобы там не ждать, когда будут пузырьки. Я в нее добавила блестки, потому что, мне кажется, так выглядит гораздо круче и красивше. Сейчас мы будем с вами делать первый вариант флот-слайма, поэтому вторую баночку мы пока что отставим назад. Я беру небольшой кусочек, примерно вот такой. Блин, я просто не могу от нее оторваться, она очень красиво блестит. И сейчас я закладываю ее вот сюда вот, прямо в баночку. Причем делаю я вот такой небольшой слой абсолютно, очень тоненький. А сейчас нужно будет сделать клауд-слайм, точнее его окрасить. Оторвала я небольшой кусочек от своего клауд-слайма. И сейчас я разделю вот этот кусок на две части. И окрашу этот в розовый, а этот в голубой. Это, в принципе, просто стандартные цвета, поэтому будем окрашивать в них. Но вы можете использовать абсолютно разные цвета, например, желтый и красный, или что-то такое. Я не знаю почему, но, к сожалению, в камере этот цвет сейчас выглядит очень-очень бледным, как будто бы слайм я почти и не окрашивала, но на самом деле вживую он прям очень яркий. Ну, например, вот, если я кликну, то там видно, что такой темный розовый. Вот, собственно говоря, такого цвета примерно слайм весь в жизни, короче. Ну что ж, вот я уже и окрасила второй кусочек слайма. И знаете, какое я люблю сочетание? Люблю, когда ярко-розовый слайм и нежно-голубой второй кусочек. Вот, мне кажется, что смотрится очень классно. Но на камере, опять же-таки, этот выглядит еще светлее. А сейчас начинаем уже закладывать в баночку. Берем этот же кристально-прозрачный слайм, но он не настолько кристальный, потому что тут блестки. Я отламываю такой вот кусочек. Сейчас я катаю шарик из этого слайма. И да, не удивляйтесь, он оставляет сейчас снег на руках. Собственно говоря, любой, мне кажется, клауд-слайм будет так делать, потому что, ну, как будто трешь его, и снег выделяется. Но просто, когда играешься с клауд-слаймом, он снег на руках не оставляет вообще. Итак, я скатала вот такой вот шарик, и сейчас закладываю его вот так вот бочком, прижимая к низу, то есть запихивая вот в этот маленький слой клеер-слайма, и получается вот так вот. Вот это все сейчас. Уже очень красиво. Возьму еще клеер-базу. И по маленьким кусочкам я ее обычно впихиваю вот в эти вот отверстия, то есть между клауд-слаймом и стенкой баночки. И делаю такие, скажем так, стенки. Вообще сейчас по всей просто баночке. Не знаю, это лично мой способ, и я показываю его вам. Надеюсь, что он вам поможет. Вот, вот так вот у нас получилось сейчас это все. Клеер немного набрались пузырьки. И, кстати, в камере, опять же таки, камера просто все искажает почему-то. Ну, не почему-то, понятно почему. Вот, и, к сожалению, в камере даже не видно, что слайм... Ну, он гораздо кристальнее, как бы, чем, кажется, в съемке. Окей, дальше я беру голубенький. Отламываю от него тоже кусочек. Также катаю шарик. И вот так вот, на другой уже бок, складываю, тоже вот так вот сверху, короче. И вновь я вот это отверстие между клаудом и стенкой слайма, ну, и стенкой банки, закладываю. А еще я не знаю зачем, ну, как бы, я люблю вот так вот еще сверху, в самом верху. Клауд слайм тоже накрывать слоем клеер слайма, просто потому что там блесточки, и это очень красиво выглядит все. Ну, что ж, и на этом первый дизайн заканчивается. Ну, как дизайн, я просто... Первый способ, как можно сделать флофт слайм. Так вот это все получилось красивенько. Только я переборщила очень немножечко с этим, с клеером, поэтому достану только кусочек. Потому что баночка просто не закрывается. Вот, все, отлично. Такая вот красотища. Наклеечки наклею в конце, а сейчас второй способ, как можно сделать флофт слайм. Начнем мы опять же таки с клауда. Вот он, белый кусочек. И сейчас мы его будем окрашивать в зеленый цвет. Сразу скажу, что второй способ это не моя идея, я просто вам показываю, ну, разновидности флофт слаймов. Поэтому я сейчас просто, как бы, покажу вам еще одну идею. Окрашиваю сейчас, знаете, в такой цвет травки. Уберу баночку и закладываю прямо на самое дно, просто клауд слайм. Уже окрашенный, конечно же. И мы его не совсем ровно утрамбовываем, то есть оставляем такие бугорки, чтобы сымитировать рельеф травки, рельеф земли. Ну, какой-то полянки, в общем-то говоря. Достаю свою коллекцию шармиков. Кстати, у меня очень мило, все шармики расцветают. И это у меня коробочка, где шармики розовый и белый цвет. И сейчас я выберу зайчика, наверное, вот такого. Он мне нравится гораздо больше. Просто посмотрите на эту милашечку. Он такой милый. Просто поставьте лайк за этого зайку. И сейчас мы его усаживаем, так вот сидеть на травке. Немножечко вот так впихиваем в клауд слайм. И вот тут вот делаем такой проемчик, чтобы зайчика было лучше видно. И сейчас я принесла зеленый такой яркий глиттер. Думаю, что он тут не будет лишним. И посыплю его вот сюда, прямо на травку. Пока что получается вот так вот. Максимально просто милейший дизайн. Так, закрываем баночку. И сейчас я буду класть сюда сверху клеер слайм, собственно. Сейчас оставим вот так вот, чтобы слайм пропитался. Короче, чтобы слайм опустился вниз и затопил зайку. Ну, зайцев вы не топите. Не надо, это плохо. Кстати, для этого конкретно способа я использую уже клеер слайм без блесток. Так. И закрываем крышечкой. Такой вот кристально-прозрачный слайм я туда положила. И сейчас там, ну, немножечко так он опустится вниз, и я вам покажу итог. Правда... Правда, я не знаю как, но каким-то образом я просто достала слайм, и там уже оказались пузырьки. Хотя база кристально-прозрачная, я специально ее выставила, чтобы она, короче, стала кристально-прозрачной. Вышли все пузырьки. Я умею объяснять, согласитесь. И вот такая вот няха-милаха у нас получается. И я вспомнила еще третий способ. Он, в принципе, похожий на второй. Но я просто сейчас вам покажу еще третий дизайн, чтобы вы тоже знали. И это тоже не моя идея. Я просто показываю вам виды флот слаймов. И сейчас я вновь беру тот клауд-слайм синего цвета, который мы с вами использовали для первого дизайна. Закладываю его на низ. И тут я уже думала, какой мне шармик из этих двух использовать. Либо вот эту ракушку, либо рыбий хвост, очень блестящий такой. Но поняла, что ракушку просто не будет видно, потому что там будет, ну, кристально-прозрачный слайм. И будет казаться, что там не шармик, а просто такие звездочки и бусина какая-то. Поэтому я буду использовать сюда рыбий хвост. Плюс он даже лучше подойдет. Также его втыкаем. Ну, и этот вариант, мне кажется, будет лучше все-таки смотреться с глиттером. Поэтому заливаю слайм с глиттером. Только хвост не падает, Господи. И вот так вот у нас это все получается. Ну что ж, вот они все три дизайна. Я очень надеюсь, что они все вам понравились просто. Пишите обязательно в комментариях, какой из этих трех ваш просто любимчик. Такой вот. И с зайкой. Моим любимчиком, наверное, становится зайкой, потому что, ну, шармик просто восхитительный. Согласитесь, это просто наимилейший слайм. Итак, я сделала еще парочку флот слаймов. И все их вы видите здесь. Также я уже наклеила все наклеечки. И вот так выглядит, конечно, итог. Это просто настолько мило то, что я не могу оторвать от нее взгляд. Напишите в комментариях, делать ли мне еще такие слаймы, именно вот с кроликами, например. Ну что ж, и на этом мой туториал подходит к концу. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы не забудете оценить его пальчиком вверх. Подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Каким-то чудом просто. Также есть в других соцсетях, лайк и инстаграм. Обязательно туда подписывайтесь. И я вас всех целую, обожаю, обнимаю. Кстати, можете писать в комментариях, какие видео вы хотите видеть на моем канале. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok